Сегодняшнее заседание Комитета по муниципально-экономической политике в Горсовете Абакана началось с рассмотрения проекта решения о приватизации объекта недвижимости. Подобные вопросы депутатам приходится рассматривать часто, но в основном это касается продажи с аукциона бесхозных недостроев, капитальных гаражей, переданных судом в собственность муниципальной казны. Но здесь случай особый, по многим параметрам. Так, ну согласно требованиям федерального законодательства, все объекты государственного муниципального имущества реализуются исключительно с аукционов. Аукционы проводятся сейчас только в электронной форме. То есть после принятия на сессии решения о приватизации котельно-земельным участком, будет объявлен электронный аукцион, где будет подача заявок на федеральной электронной площадке. Объектом продажи будет выступать здание котельной в стадии демонтажа и земельного участка площадью 4151 квадратный метр. То есть практически 41,5 сотки. Объект расположен на окраине жилого района Полярный, на улице Тихая, 78, прямо напротив городской электроподстанции. Когда-то из-за этой бетонной ограды виднилось большое здание с высокой дымовой трубой. Котельная номер 11 обеспечивала теплом практически всю Полярку. Но в один прекрасный момент район перевели на централизованное отопление табаканской ТЭЦ. Котлы тогда остановили, труба перестала дымить. Здание котельной выведено из схемы теплоснабжения еще в 2006 году. После этого земельный участок использовался нашим муниципальным предприятием под производственными целями. Сейчас в администрации города было принято решение о продаже земельного участка с остатками здания в связи с тем, что в городе практически не осталось свободных земельных участков и спрос на земельные участки сегодня очень высок. Поэтому мы рассчитываем, что по итогам аукционных торгов мы получим бюджет города как минимум 20 миллионов рублей. После приватизации на месте бывшей котельной вскоре вполне может появиться торгово-развлекательный или спортивный объект, образовательный или медицинский центр, здание общепита или автосервис. Но это решит уже новый владелец участка. Продолжение следует...